Привет, любитель русской народной бани париться, а не упарываться. А также привет любителям саун. Тоже здрасте. Значит, я, короче, Анатолий Барыгопичами и дымоходами снимал ролик про офигенную коммерческую баню. И мне тут чрезвычайно понравилось то, что я увидел. Это трапик, который постоянно в воде. Вот трапик. И посмотрите, он ни разу не гнилой. И обратите внимание на доски. Я сейчас вот взял цвет. Это трапик, которому практически полгода. И подсказывает тот, кто его ставил. Подожди, тебе будет предоставлено отдельное научное слово. А вот потолок. Бани здесь работают 7 дней в неделю. Ежемесячно. Здесь полгода вот такой вот красоте. Обратите внимание. И мне интересно стало, что же это за материал, который даже попами дорогих посетителей и гостей практически не протирается. То есть, ну вот эти вот белые вещи, это, во-первых, у меня очень яркий фонарь специально, чтобы вам все показать. А во-вторых, это еще жесткость воды. То есть, сюда ставят тазики с водой и ничего не гнилое. Это липа. То есть, посмотрите. Вот это вот, это все не гниль. Это все вот так вот играет красками через полгода. Какая-то пропитка. Давайте обратим внимание сюда. Как здесь какого цвета. Все очень какого-то оранжевого, тепло-желтого. Не маркового какого-то, не яркого цвета. У липы ярко выражена структура. То есть, вот этот вот материал, которым окрашена липа, она текстуру прямо выделяет. И давайте сразу же, сразу же переместимся в еще одну парную, которая находится в комплексе Три Богатыря, Краснодар. И там посмотрим, что. Парная первого этажа. Вот сейчас помывочный день, как вы видите, профилактика. Тут у нас полоки даже мокрые. Но свет нам все даст возможность показать, что и здесь. Здесь тот же самый материал используется. И тоже, видите, вот такой вот приятный оранжевый такой цвет. Фиканского дерева. Да. Это Александр, который всем делом здесь управляет. Александр, скажи, пожалуйста, вот белые разводы. Это то, что гости многочисленные оставили, как вот есть такие священные регалии. Как ты заметил, как-то сейчас, что у нас прошел санитарный день. А вообще мы полки обрабатываем в конце каждого рабочего дня. Ну и в санитарный день чуть больше. Полки мы обрабатываем самым банальным, самым нашим доступным хозяйственным мылом. Тщательно натирается каждая дощечка, потом тщательно со счеткой все это вымывается. Со счетчиками? Ну, обычно, да. Я просто прикидываю, сколько раз каждая доска протерта, сколько в нее мыло загнанно. Да, и то, что мыло это тоже не нейтральная вещь с химической точки зрения. Ну, это гораздо лучше, чем она будет пропитываться потом. Конечно. Поэтому общественная баня требует определенных санитарных условий. Вот, и мы все это соблюдаем. То есть, ну, все равно, грубо говоря, очень достойно все выглядит. То есть, материал очень клевый. В той парилке, где мы были сейчас, там полгода до весеннего, здесь уже второй год пошел в отделки парной. Видите, состояние, что там, что там абсолютно идентичное. Нигде не тгнили, все целое. Даже на момент строительства бани у нас не успела прийти доска, которая должна была вот здесь быть на полке. Поэтому пришлось положить обычный полог. Он из кавказской липы. Причем кавказская липа, знаете, что она гораздо дольше полки из нее прослужат, нежели из Южкаролинской. Вот обычный полог. Больше года в бане он абсолютно как новый. Весь изнутри, изнаружи, весь целый, нигде нет. Не тгнили, а и слышишь, здесь нету запаха. Много заходишь в парной, где есть запах неприятный, нигде именно такой вот. Здесь его нет, этого запаха. Потому что сырости, сырости на досках, ничего нет. Это правильная конструкция досок. То, что везде по бортику идет порепик из плитки сделанный. То есть доска, она может нормально просыхать, она не отмокает, не гниет. Все хорошо. Если раньше, когда у нас на втором этаже была вагонка, мы у нас в Планово стоял ремонт, каждый год мы вагонку меняли. То здесь с доской, вот, уже год прошел, мы с ней ничего не делали. Даже дополнительное покрытие, шлифовки в этом году у нас не было. Мы оставляем это, сказать, до следующего года. Ну что, а теперь вернемся обратно в первую парную, а потом еще сюда вернемся. Пошли. Вот вы посмотрели вторую парную, и мы вернулись обратно в первую. Анатолий, рассказывай, что за материал показывает. Привет всем подписчикам канала Жарпурком. Материал этот называется «Живица». Это местный производитель лакокрасочных всяких материалов. Краснодарский. Да, Краснодарский. А также производитель пропиток для бани, масел для бани, кольеров различных. Ну, мы с ними сотрудничаем уже давно, поэтому решили поделиться, показать. Ну, во-первых, смотрите, в данной парной не особо качественно сделан уклон на полу, поэтому вот эти трапики, они постоянно находятся в воде, можно сказать. Этим трапикам уже больше года, уже второй год пошел. На них есть черные следы от грязи, сейчас как раз идет уборка здесь. Но у них нет вообще нигде гнили. Они еще будут служить долго и долго. Также каркас вот этой парной ножки каркаса, они покрыты тем же самым маслом и стоят здесь уже больше года. И они также все целые. На них есть цвета вон налета от воды, но они у нас стоят в воздухе, не на полу. Там под низом специальные болты установлены, которые, благодаря которым у нас весь каркас может просыпать. Вот эта баня, она, вся отделка стены потолка, она здесь находится полгода, покрытая маслами. Это, вот это, это не гниль, это просто дерево, черные следы. Это когда мы монтируем баню, не всегда, ну, когда монтируем отделку у, это заводской край, ну, не заводской, а природный край леса, у него есть темные такие места, поэтому, ну, бывают, остаются они. Ну, вот покажи здесь, к примеру. Как старый лыжкорез, я это подтверждаю информацию. Здесь такого нет. А вот черный какой-то саморез затесался, видите, немножко потемнело в черную, но все равно ничего не гнилое. Это не саморез. Ну, это саморез, это, я же тебе говорю, здесь каркасы, полки уже новые, а каркасы полков здесь стоят старые. Поэтому, когда старые полки убирали, вот следы от старых полков, это вот старые саморезы, ну, как видите, там гнили нет. Ну, химическая, пошла химическая реакция окисления, но нету гнили, несмотря на то, что идет окисление металла. Мне очень нравится этот материал, прямо, ну, вот, как его сказать, укрывной, что ли он, или какой, пропитка. Это натуральное масло. Ну, натуральное масло, это лен, льянка, которую в магазине покупаешь. А вот мы сейчас пойдем в нижнюю парную, посмотрим там, а потом поедем ко мне в магазин и вызовем себе технолога производства Живица, который нам о нем все расскажет, из чего оно сделано, как оно сделано, и для каких целей оно используется. А вот это что? Жарная. А это саморез твой, любимый. Фу, жарковато. Ну, рассказывай про вторую парную, значит, она намного дольше работает, чем первая, второго этажа. Состояние, по-моему, везде одинаковое, что там, что тут. Ну, на первом этаже баня переделала на полгода назад, там срок использования бани полгода, здесь, в отличие от того, уже пошел второй год, уже больше года работает. Ну, как видите, абсолютно все везде. Целое, детичное, а то и парной. Такое ощущение, что баню сделали недавно, нет нигде не гнили, ничего. Несмотря на то, что здесь даже нет на полках толстой доски, не обрезной, здесь лежит обычный полог, правда он из кавказской липы, которая имеет интересную особенность, служит гораздо дольше, чем южкаролинская липа. Вот, видите, у него, причем имеется цвет такой интересный, которое масло живится, она наоборот подчеркивает, вот такой цвет. Вот, я вам покажу сейчас всю парилку полностью, пока Анатолий занимается зарядкой, правильно, вам, москвичам, надо работать, а то вы пообленились, происходит парение. Вот здесь вот самое, самое сердце бани, самая идет нагрузка на древесину и на трапы, видите, трапы тоже все целые, нет нигде не гнили, ничего нет. Здесь от нагрузки, даже доски он повыворачивал, а потрескал, а гнили нет. Ну, пойдем, что ты там поднял? Вот, показай, нашел, нашел, посмотри, вот, ребята, вот эти руками, вот этими руками, поднятой. Ну, нигде ничего не сгнило, крутое средство, ребята, истинно глаголе. Здесь, смотрите, прибиты вот такие вот мебельные накладушки, пластмассовые, большая часть которых уже поотлетала, и трапик лежит в воде, как видите, вот пол мокрый, он такой здесь мокрый, всегда, абсолютно нигде, ничего нету. Ну, сейчас мы, надеюсь, поедем в магазин, где все-таки добьемся от производителя, что это такое? Блин, вещь какая-то офигенная, у тебя даже пару бутылочек сопру, наверное, для магистра Чуфария, для лабораторной бани, мы ее там что-нибудь покрасим, ради интереса. А картошку пожаришь на нем? Ну, если это 100% мальнянг, то, может быть, и пожар тебе привезу в морозильник засунув. Вот. Ну, что, поехали. Подожди, у меня еще есть пару слов. Как пару слов? Многие люди, вот, ну, с кем мы общаемся по поводу строительства бани, многие говорят, я вот не применяю никаких абсолютно масел, там надо, чтобы запах липы оставался. Вот, ребят, тут реально остается запах липы, во-первых, во-вторых, здесь нету запаха гнили, а в-третьих, это коммерческая парная и без специальных защитных составов древесины здесь баня придет в негодность очень быстро. Просто дерево без обработки, оно придет в негодность, там, за год-полтора выйдет из строя. Поэтому в коммерческой бане приходится часто применять масла. Я раньше пользовался, ну, я практически все масла поперепробовал, какие только можно, и знаменитых финских производителей, и мне ни одно не понравилось, поэтому я сейчас все абсолютно свои объекты вскрываю только вот этим маслом. Есть еще в четвертых и в пятых. Четвертых, почему здесь не пахнет льном? То есть, я сам льнянкой пользуюсь, там, ложки всякие делаю, там, ножики, долго пахнет. Ну, я думаю, на этот вопрос ответит технолог, я это масло не произвожу, я им просто пользуюсь. Я могу со своей стороны рассказать, что у меня, как монтажника, устраивает. Ты скажи, это на всех объектах так не пахнет или выветривается через какое-то время? У этого масла есть определенная особенность. Когда ты делаешь новую парилку и вскрыл маслом, после чего затапливаешь печки, оно начинает, ну, такое ощущение, как будто обгорает масло, и где-то этот процесс бликся около... Полимеризация это. Да, идет какая-то полимеризация масла, поэтому запах такой, ну, какой-то гарий немножко присутствует в течение недели, это как минимум, бывает даже... Месяц. Вот здесь, вот где большой масел, вот здесь вот потрачено 15 литров масла, нет, вру, 11 литров масла у меня ушло. А квадратура какая здесь? Здесь квадратура, ну, баня 60 кубов, почти 60-58 кубов баня, вот на нее 11 литров. На обычную, стандартную, домашнюю парилку, если она сделана из вагонки и полков, уходит литр, полтора, ну, максимум до 2 литров масла. На баню домашнюю размером 2 на 3, ну, либо 2,50 на 2,50 уходит порядка 3 литров масла, ну, по расходу. Знаешь, вот есть люди такие нехорошие, которые ролики мои перематывают, давай для хороших людей скидочку замутим, если у тебя покупать будут, скажут жарпарком. Да не, 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 а да, 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 конечно же, замутим. Мы сейчас являемся представителем данного масла, нам дали хорошие условия от завода, поэтому мы с удовольствием предоставим скидку. Но только кто скажет жарпарком, сколько? Жарпарконь. Давай, жарпарконь. Давай, кубань, печень, жарпарконь, так жарпарконь. Да, дочка называет его жарпарконь. Вот кто скажет жарпарконь, то скидку на масло. Какую? 15%. 15%, то есть звоните, говорите, здравствуйте, мне маслица, ключевое слово, жарпарконь, 15%. А теперь пошли мучить и пытать каких-нибудь технологов, там, посмотрим, что это за масла в полном ассортименте, потому что это реально офигенно, реально, прям вот нереально. шо там? Смотри, вот здесь у нас находится парогенератор встроенный, здесь второй пар с него как говорит. открываешь, я попробую. Это как в рожу тут, о, не нагрелся еще. здесь валит конкретный столб пара, пар оттуда, пар отсюда, и здесь самое нагруженное вот это место, видишь, оно все равно темное уже от пара, но все доски абсолютно целые, нету, не гнили, здесь просто это шлифуется, заново покроется и будет как новое. Ну, погнали пытать технологов! Ты случаем не технолог? Нет, есть технолог. Технологи? Нет. Они ждут тебя в офисе? Он владелец этого, управляющей бани, кстати, у него можешь спросить, как ему пропитка. Как тебе пропитка? Были некие сложности с ней, но производитель их быстро решил. Вот так вот. Натуральная пропитка, она очень долго держала запах. Вот, но ребята принесли нам средства, мы просто протерли сверху и тогда покушал. Вот сейчас все и выясним. Ребятушки, в магазин Кубань-печи на белом лимузине приехал человечище. Именно тот человечище, который живется и занимается. Пойдемте пообщаемся заодно и все разузнаем. Привет! Добрый день! Как тебя зовут? Меня зовут Старышков Алексей, я основатель и генеральный директор группы компании Царские Краски Живицы. Вот этого всего красивого? Да. Так, давайте я сначала посмотрю, а потом дам слово. Так, значит, тут есть что-то, паркет, фасад, торец, терраса, лоскутный воск, торец, паркет. а вот это вот все для бани, Да, есть продукты для бани, есть продукты для... У нас, в принципе, в линейках есть продукты для всех видов деревянных поверхностей. и еще можно все отколеровать. Да, все можно, это только фасадные цвета и древесные, темные. У нас есть также линейка еще интерьерных цветов. Скажи, пожалуйста, мы были в «Трех богатырях». Там какой цвет? Там колернутый цвет или это натуральный цвет? То есть, с использованием вот этих колеров? Нет, в бане в «Комплексе Три богатыря» там все покрашено... Ну, все не все, но в основном покрашено бесцветным маслом, а в «Бани-сауна» насколько я полагаю, вот именно вот этим продуктом для «Бани-сауна». Стандартная линейка. Почему стандартная? Потому что есть у нас еще профессиональная линейка для «Бани-сауна», которая как раз такого эффекта не дает. Она делается на отбеленном льняном масле и дереву не придает золотистый оттенок, который вы видели в «Комплексе Три богатыря». Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, но может быть кто-то не связан с отбеливанием, да, то есть вот у тех, кто занимается там резьбой по дереву и тех, кто занимается картинами рисует, они берут льняное масло и года два держат его в прозрачной бутылке на солнце, чтобы оно перестало быть желтым и давать желтизну, а быть прозрачным и давать белизну. То есть вот это вот с желтым цветом, а вот это вот бесцветное полностью. Бесцветное, да. уже и на его основе готовим этот продукт. Давайте посмотрим, из чего сделано обычно, из чего сделано отбеленное более профессионально. Состав для обработки поверхностей льняное масло, растительное масло, смола сосновая, оживичная, оживичный скипидар, отдушка пихтовая, эфирная. То есть химии тут что-то я не вижу. Химии здесь и нет, потому что оживица это на 100% экологичный продукт без химии. 7 лет. Ого. Так. Ага. А тут продукт баня серий про. Здесь используют в составе отбеленное льняное масло, модифицированное растительное масло, микровоск. Уже добавляется, да. Микровоск это для придания поверхности эффекта софт-тач, мягкое прикосновение, оживичный скипидар двойной очистки, который пахнет лесом, сосной и отдушкой пихт. О как. Знаешь, сразу вопрос. Одни выглядят баночки такого европейского вида зеленые, а другие выглядят баночки под гжель, насколько я помню, или под хохлому. О, под хохлому. В чем разница? Ну, могу сказать, что это год назад мы провели ребрендинг в нашей компании. Это был старый бренд. Натуральные краски живицы. Вот так вот он выглядел, вот так у него было оформление. Это профессиональная линейка. Сейчас такой же продукт выглядит вот так. Вот как. Вот такой брендинг у нас новый появился. О, как. Давай сначала построим беседу по бане, а потом по всему остальному. Потому что все остальное тоже важно. Потому что баня это не только внутренняя отделка, но еще и внешняя. Ну и там мебель тоже есть внутри. Что для бани? Что для чего в твоем ассортименте? Для бани. Масло в первую очередь масло для бани-сал. Оно подходит для всех видов поверхности, стены, потолок, полки. На пол я бы рекомендовал немного другое масло. Усиленная износостойкость. Колеровать можно? Колеровать, если на стены, на потолок, то можно. Так, следующий продукт. Следующий продукт это еще про этот продукт немножко скажу. То, что вы видели в комплексе «Три богатыря», этот продукт дает поверхности золотистый оттенок. Если это даже липа или еще какие-то осины, то все равно такой золотистый оттенок дерево придаст. следующий продукт это масло баня серии «Про». Значок, обозначающий профессиональную линейку. Он уже делается на основе отбельного льняного масла и не дает поверхности желтизны и золотистого оттенка, которые присущи бане «Саун». Вот. Этим составом обычно покрывают те люди, которые не хотят, чтобы у них дерево сохранило естественный цвет, светленькое было и красивое. Скажи, пожалуйста, про колеровку. Если вот это масло колеровать в желтизну будет уходить? Если это масло колеровать, то будет такой цвет и будет. Цвет колера будет, да. А если прозрачное, то то же самое будет? То же самое будет, да. То есть, если вы хотите какой-нибудь вот такой вот цвет внутри парилки, да, что-нибудь такое экзотическое, особо вот я знаю, любят некоторые черные, такие вот темные тона, то можно взять вот такой даже, которая в желтизну изначально уходит, и колерация будет вот такая вот интересная. По долговечности защиты парилки есть разница между про и обычной? Да, есть баня про она дает более долговечную защиту за счет своего состава. Вот это добавление микровоска, да? Микровоски, там, ну и процентное отношение других составляющих, оно увеличивает срок службы поверхности. А это такой вот укрывной материал или это пропитывающий, полимеризующий или это и то, и то? Как можешь охарактеризовать? продукт, который пропитывает дерево до 5 миллиметров примерно, да, который обволакивает клетки дерева изнутри, потому что клетка льняного масла, она в несколько раз меньше, может быть, даже несколько десятков раз меньше, чем пора дерева. И масло льняное обволакивает пору дерева внутри, тем самым создает защитное покрытие внутри древесины, на поверхности ничего нету, практически мы трогаем дерево, да, но защита вся внутри дерева, то есть это пропитка в первую очередь. Что еще есть? Вот это что такое? Это то же самое масло для бани самым просто другая тара, 2 литра. Это одно и то же. Вот хорошо, что ты сказал про литраж, наверняка в этих книжечках написан расход, скажи просто своими словами, вот сколько на квадратный метр уйдет? по-нормальному смотрите, значит, если здесь много факторов, которые играют на расход, имеют значение на расход, значит, если дерево сухое, в среднем если брать, то первый слой идет 10 квадратных метров на 1 литр, одним литром можно покрыть 10 квадратных метров в один слой, первый слой, второй слой примерно 15 квадратных метров. А нужен ли это второй слой или одним хватит? Нет, одним не хватит. Одним слоем это, как я всегда объясняю, это как раньше фотографии дома делали, засовывали в проявитель, потом обязательно засовывали в закрепитель. Закрепить, и поэтому один слой это как проявитель, он проявляет текстуру дерева, он создает какое-то минимальное защитное покрытие, но обязательно в зависимости от агрессивности среды нужно наносить 2-3 слоя. Вот хорошо, что про дерево сказал, липу, я понимаю, льнянкой надо обрабатывать хотя бы для того, чтобы рисунок вышел красивый. Меня спрашивают, надо чем-то обрабатывать дерево в бане, я говорю, да, ничем не надо, и так нормально, если хотите красоты, обрабатывайте льняным маслом, вылезет рисунок. То, что мы видели вчера в потоковой бане, для меня день прошел, для вас там совсем чуть-чуть, там не только нужна красота, но нужна еще защита, то есть вот так вот, но это липа. Вот меня спроси, смолу надо, то есть, смолу, сосну, елку, а она же там вся в смоле, я скажу, ну, мне по-моему не надо, а ты что скажешь, нужно елку, сосну, парилки пропитывать? у меня у самого лично баня из соснового бревна сделана, из соснового бруса. Так. Внутри ничем не отделана. Баня у меня внутри отбраширована, обожженная. Богато. Так. Да. И покрыто маслом для дерева, соответственно, масло для бани сал. У дерева яркий, выраженный, золотистый оттенок. Раз. Ага. И оно не настолько сильно смолениться. Защита от смолы еще. Еще в том числе на голову ничего не капает. Нагло ничего не капает и стены не плачут горькими слезами. Потому как дерево обработано, пропитанное маслом для дерева. Живица. Скажи, пожалуйста, есть дерево осина. Ну, осина, она просто белая, да, особо структура. Просто нет у нее никакой структуры и рисунка. Белая вагонка обычно. Надо, есть смысл. Даст какую-то красоту или только защиту. Если обработать маслом для бани сал, то да, даст определенный оттенок, если это нужно, дерево. Но все зависит от цели, какие цели преследуют хозяин этого помещения, бани, так далее. Либо ему нужно защиту, либо ему нужен эффект. Если ему нужен даже какой-то эффект визуальный, то он может всегда придать тон дереву, да, вот из той линейки палитры, которая у нас есть. То есть из белого просто дерево, пластика, да, как осина называют, можно сделать что-то вот такое красивое. Но эти цвета в бане, если мы говорим о том, что колеруем стены там, да, то обязательно нужно закрывать финишным, бесцветным слоем. Потому что мы в своей палитре цветовой используем минеральные пигменты, к сожалению, покрупнее, чем молекула лименного масла, да, и у них сцепление с поверхностью не такое хорошее, как у масла. Масло конечно удержит, но лучше сверху еще закрывать бесцветным маслом, чтобы сохранить поверхность еще более надолго. А она выцветает, выгорает или как? Ну, в бане, если мы говорим о парилке, о мойке, да, там же все-таки суперагрессивная среда. Постоянная вода, постоянно терки какие-то, и поэтому, ну, да, нужно там защищать хорошенечко. Там нужно, я бы рекомендовал в три слоя, даже в парилке, в мойке, дерево обрабатывать, если хотите, чтобы долго служил в помещении. Понятно. Так, мы поговорили вот про эти три продукта, что еще для бани есть? Для бани еще есть вот такое масло. Масло для бани сам. Ну, как производители царские краски, да, мы еще сделали буквально полтора года назад еще один продукт, еще один бренд развили, назвали его Некраска. Здесь на банке хорошо видно, что это. Некраска это бренд, а в основе этого продукта лежит льняное масло. Льняное масло. Рапсовое масло, сосновая смола, секатив, что это такое? Секатив это сушащее вещество, которое отвечает за высохание, за ускоренное высохание масла. А биоцит? Биоцит это то, что с бактериями борется и сохраняет продукт в талии. А что такое диароматизированный растворитель, который заглушается эфирным маслом пихтовым? диароматизированный растворитель это тот же самый растворитель, что используют импортные производители масел немецкие, бельгийские и так далее, которые называют свои продукты натуральные краски. И зачем этот продукт нужен? Этот продукт имеет то же самое назначение, что и масло для бани самым. Оно тоже желтое, да? Оно да, желтеть, но оно немножко жиже за счет того, что в нем растворитель есть. Растворитель диароматизированный, поэтому эффект, который воню он не дает. Расход у него меньше расход. Расход у него примерно где-то 15 квадратных метров в два слоя можно одним литром покрыть. Читая, как бывший бренд-менеджер, трек-маркетолог, маркетолог, различный рекламист понимает, что вот это по-моему более бюджетная народная цена. Здесь все продукты, там у нас 5 продуктов в этой линейке, в этом бренде. Масло для бани и сауны, интерьерное масло, масло для фасадов, масло для террас и масло для внутренних работ. Твердое масло с воском. Там все продукты они в розницу до 1000 рублей. Так, чтобы было понятно, то есть 0,9 здесь литр, да? Цена розничная. Порядка 950 рублей. А это? А это за 1000 уже, 1050. То есть, разница там 100-150 рублей на литре. А это уже масло, здесь цена видна. Серьезно за 1000 за литр. Сразу же, ну, как бы, меня смотрят по большей степени люди бедные, так сказать. Ну, ничего смешного, в России живем, да, зато 80% получают зарплату, да, еще такие, что без слез не глянешь, еще зарплатами это называется, а не пособием за то, что на работу ходишь. скажи, вот люди, которые бедные, они все время думают, что их как бы, ну, это нормально, я сам такой, что их как бы наеб, то есть, ну, обманывают, да, то есть, это, ну, если это дешево, это не краска, ты покрасишь ею, ты будешь в пластике находиться, там какой-то вот этот растворитель, там он впитается, у тебя вместо дерева будет пластиковое чего-то там. Нет, на самом деле, опланируй. На самом деле, продукт не краска, это масло для обработки древесины, да, он сделал по аналогии с нашими немецкими и бельгийскими конкурентами, так скажем, партнерами, партнерами, конкурентами, которые производят масла и имеют мировое имя, как бы, торгуют во многих странах. Ну, вот как раз про них говорят, это ты не маслом красишь, а, грубо говоря, из дерева делаешь пластик. Это так или не так? То есть, вот это вот. Если мы пользуемся алкидами и всякими химическими составляющими, акрилами, там и так далее, то мы, да, из дерева делаем пластик. Вот это вот секатив, биоцит и диароматизированный растворитель, они превратят дерево в пластик? Или выветрится? Или что? Растворитель выветрится в течение низких часов, Значит, биоцит это тот же самый ингредиент, который мы зачастую видим в конфетах различных, да, в продуктах питания, который сохраняет продукт сам по себе. Вот, и что там еще? Секатив это вещество, которое оно в таких маленьких количествах присутствует в этом продукте, что его даже можно не брать во внимание. Ты меня убедил. Что еще для бани есть? Для бани есть еще, в бане там можно красить много чего, да, можно красить комнату отдыха, можно красить мебель в бане, да, можно красить полы, можно фасад, ну, баня это же небольшой дом, у кого-то небольшой, у кого-то большой. Да, есть такие. Так же, о, да, вот это русский воск, это вообще самый такой продукт, который мы одни из первых начали производить в России, потом у нас появилось много последователей. Карнаубский воск это мастика. Так. Вот так он выглядит. Открывай. Вот так как мед. Ну-ка. А пахнет вкусненько. Вкусненько пахнет. Да, потому что здесь нету химии. А еще это надо? Тоже для дерева? Это продукт для дерева, да, он выступает в качестве финишного покрытия, покрытия, да, за счет него можно повысить износостойкость, повысить водоотталкивающие свойства поверхности, а также подъедать поверхности определенный глянец, так называемый шелковистый блеск. А ну-ка держи штатив. Сейчас я буду искать кусок дерева, который будет необработанное. А вот, кстати, Роярк кустах появился Анатолий социалаг не виделись сегодня. Дай, возьмем кусочек дерева, необработанное. торчика асимовая. Да, это ешкоролай выпускают такую супербомбарку, может ее покрасить и выкинуть. Да, что это денег стоит? Денег стоит кубанское. А это соборов. У нас не рекламный ролик. Так, берем эту штуку, карновский воск в основном наносит на подготовленную поверхность. Но в кастрюле шлипло нота. Ну-ка. Потому что карновский воск он не дешевый продукт. Хотя его можно иногда разогревать на водяной бане. Он становится жидкий. Он становится жидкий и глубоко пропитывает древесину. Но обычно его наносят на подготовленную поверхность либо грунтовочным маслом, либо на хране для бани сауна. То ли, сгоняй до бородинского хлебушка. Ну, я понимаю, зачем это надо. Камера точно не передаст. То есть это сразу же защитная такая вот пленочка появилась. Сто пудов она полимеризуется и будет поверхность очень на ощупь как это сказать-то передать ощущение-то как от секса нельзя же передать ощущение, так вот от руки не могу передать. Короче, очень приятно. То есть она наоборот не цепкая становится, а мягкая. мягкая. Нежная можно еще назвать. О, понеслась. Перерыв. я шучу. Понял. Давай я возьму обратно штатив. То есть это посмотрим составы. О, глянец, хорошее слово. Финишная обработка. То есть это все в бане можно использовать для финиша, когда после колернули и вот этой вот штукой. Для того, чтобы все было топочек. Так, состав. Карнаубский воск. А что такое само по себе карнаубский воск? Карнаубский воск это царской водки? Это воск растительного происхождения. Делается он из пальмовых листьев. Пальмовое масло что ли? Нет, это не пальмовое масло, это воск. Воск все же, да? Который делает все-таки из пальмы. температура плавления у него в отличие допустим от пчелиного воска, у которого 36 градусов температуры плавления, у этого порядка 90 градусов температуры плавления. Офигеть, офигеть. Он в виде хлопьев таких вот. Да я видел передачу про пальмовое масло, хлопья представляю, именно восковое. Льняное масло респект у ожуха, рафинированное растительное масло, респект у ожуха скипидар живичный, двойной очистки, блин, как водка, единственное, что не хватает здесь голограмм всяких, дважды изображены бутылки, один раз внизу, другой раз сверху. Так, скипидар живичный, сосновая смола, респект, секатив, мы уже поняли, что это такое, и пчелиный воск. Да охрененная штука, охрененная. Слушай, денег за ролик я с тебя не возьму в этот раз, а вот эту банку, а может быть поменьше возьму. Ну ладно, я шучу, но я все равно что-то спичу. Я просто сам деревяшками занимаюсь, для меня это вообще просто по кайфу в руках подержать, понюхать все это. А зачем нужно апельсиновое? Апельсиновое масло это наш относительно новый продукт, да он уже включен в линейку профессиональный. Апельсиновое масло это растворитель. Это растворитель? Растворитель апельсиновое масло? Да. Растворитель апельсиновое масло. Он масло растворяет во-первых, и загрязнение убирает, допустим, если кто-то неправильно нанес масло на поверхность, а там излишний слой дал и так далее, он на поверхности начал полимеризоваться, ликнуть и так далее, то этим продуктом можно исправить ситуацию. Апельсиновое масло реально, и опять же скипидар. А что такое эксол? Эксол это растворитель. Это растворитель диароматизированный. Диароматизированный. И оно пахнет апельсинчиком. Да. Так как название апельсиновое с хвойным запахом. Скипидар. Ваня на каменку лучше не поддавать. Нет, нет, это не для этого. Это растворитель. Натуральный растворитель. Так, здесь у нас колераторы идут, или колораторы, кто их как называют, колеры, вот эти вот всякие вещи. Вот такой баночки 100 миллилитров хватает для того, чтобы заколеровать один литр масла. Вот и графит схватил. Это как раз та самая черная доска выйдет серая. Чуть черная. Такая серая. То есть, когда человек хочет черную баню, вот такой цвет будет. Вот. То есть, в темноту, если там мало ламп будет, то будет вообще угар. Но я любитель зеленого цвета, мне вот это вот пипец нравится. Особо вот это. Ну так, ладно, давайте посмотрим состав. Способ применения, это конечно хорошо, но состав еще лучше. Минеральный пигмент, это я понимаю, о чем это, ну грубо говоря, каменный какой-то. Да, да. Льняное масло и все. А если просто купить вот этот вот пигмент, там же есть льняное масло и просто пигмент. Он очень долго будет сохнуть, не будет цепляться с древесиной. Но того масла, которое там есть, его недостаточно. Плюс все присадки, которые используются в маслах, они способствуют высыханию. Этот продукт сам по себе он не работает. К сожалению, не можно, потому что мы снимаем ролик. Это там менеджера. Спасибо. Обожаю такие вещи, ничего вырезанного у нас не будет. Все по живому. Матушка, что-нибудь подмешали, не замешали. Что еще раз сказать? Давай посмотрим, что за огнебиозащита. Вот это вот прямо огнебиозащита. Важная вещь, который сухой сам по себе, разбавляется на 5 литров воды. Насколько я помню. Посмотрим. И покрывается. Есть бесцветный, есть с маркером. Где это применяется? Это обычно на любых типах древесины применяется. В основном для обработки домов, фасадов. Но это не внутри, это внешнее. Да. Внешнее. Это вот и грибки написано. Я очень скептически ко всем вот таким вещам отношусь, потому что люди его используют, грубо говоря, ну, такие прямо откровенные, ну, какая-то тупизня назвать долбоебом, я не знаю, как культурно. Вместо проходного узла, то есть, прямо вот берут, выпиливают проем, да, не вставляют туда коробку металлическую с ватой, минеральной, там, специальной, базальтовой, а просто вырезали квадрат, о, огнебиозащита же, от огня спасает, покрыли и потом сгорели. Какой смысл вот этой штуки? Для чего? Расскажи. Ну, основное, огнебиозащита, да, основной посыл, конечно, это всяких биопоражений и консервации дерева. То есть, от грибка по большей степени? Да, Ну, снижает порог возгорания древесины. Дерево не сразу, оно загорается, да, но не сразу. Как если бы дерево не было бы обработано продуктом огнебиозащиты. Ну, в общем, я тут ничего не могу сказать. Я могу вот сказать за воски, что это вообще просто ну, для аппетит до стуяр. Что еще есть? Там вот сверху написано что-то и для торцов, и лоскут. Вот что такое лоскутный воск? Лоскутный воск это продукт пальмовый. Нет? Нет, это лоскутный воск. Здесь в основе также идет льняное масло, а здесь в качестве воска используется пчелиный воск. Его в основном берут на обработку мебели, которая используется внутри помещения. Внутри помещения не подвержены воздействию воды, потому как пчелиный воск он боится воды, да? И когда вода на нем высыхает... Не банная тема. Нет, это не банная тема, однозначно. А вон-то твердое масло с воском. Твердое масло с воском. Твердое масло с воском это в основном используют для лестниц, для полов, вот такой стандартный вариант, не сильно долговечное, так скажем, не там десятками лет нужно покрытие, люди там готовы обновлять, иногда периодически. относительно... Есть такой же примерно продукт в Pro-линейке, называется Parket. Вот я Parket вижу. Да, Parket еще вот здесь представлен в старом брендинге. Parket для меня это вообще там что-то СССР такое. Что это такое Parket? Масло Parket для Parket. Это как бы такое, да, сильное название Parket для Parket. Для Parket это для доски-пола, да? В основном используется для коммерческого назначения которого. Ну, опять же, это не баня, хотя он льняное масло и сосновая смола. основа идет также льняное масло, карнаубский воск, да, все вот эти вот добавки. Но процентное отношение посильнее, поэтому долговечность у него получишь, чем у твердого масла с воском. А если сравнивать вот этот вот Parket и карнаубский воск именно в применении в бане, что лучше? А лучше карнаубский воск. Потому что там больше воска больше, да, что как бы является залогом износостойкости. поверхности. Обращаю внимание вот на эту надпись не хранить ветошь пропитанную маслом огнеопасно. Большинство людей не знает почему это так. Я знаю почему. Потому что когда масло полимеризуется, оно выделяет тепло, ветошь и тепло, и масло, и все это самого сгорания. я прав или не совсем? да. Так что выбрасывайте. Ну немного, но случаи такие были. И вот исходя из этого мы сделали еще на каждой банке у нас есть инструкция по нанесению, которая говорится о правильности нанесения продукта любого нашего масла. И опять же предупреждается о самовоспламенении ветошь, технике безопасности работы с маслом. Так, что еще есть хорошего фасада, всякие там торцов, которые препятствуют растрескиванию древесины, закрывают торцы, закрывают их практически на гуку. Так, сосновая смола, парафин. Парафин это уже не воск, это продукт химии, секатив без свинца, живичный скипидар. То есть тут насколько я понимаю многие продукты друг от друга отличаются одним каким-то дополнительным составом и процентом именно льняного масла как самого дорогого ингредиента походу. На самом деле льняное масло здесь не самое дорогое. Его здесь больше всего. А, больше всего. Вот. прям вот четко смотрите для бани, не для бани. Но повторю, то что я видел, просто роскошно. Роскошно в бане выглядят. Терраса, лоскутный лоск, торец, парк, масло, терраса. Это мы смотрели. Другая упаковка. Соответственно, говорящие названия масло-терраса для террасы, для лиственницы, для уличного нанесения горизонтальных поверхностей. В общем-то, мы, по-моему, весь ассортимент посмотрели. И теперь всякие разные вопросы. У Толинато я уже скидку-то выбил для розничных покупателей. Все нормально, не переживай. А вот смотрят меня производители бани, очень многие, ну, заводы такие, которые бани производят. Это уже, наверное, надо с тобой общаться, правильно? Да. Соответственно, сайт там, снизу приотачен, туда, пишите, звоните. Вот. Собственно, наверное, я тебе все, что хотел, спросил. Тебе есть, может, что добавить? Скажу следующее, что мы как компания существуем на рынке не так давно, чуть более пяти лет, да, но зарекомендовали на сегодняшний день себя уже как профессионал. У нас по России порядка более 120 представительств. Россия, Белоруссия, Казахстан. Работаем мы через систему дилеров. В сетях нас нету, потому как продукт, на мой взгляд, не сетевой. Сам себя не продает, должен быть консультант в магазине, в отделе, ну и такое телефонное сопровождение в дальнейшем, да. Мы очень активно развиваемся, поэтому у нас появляется стандартная линейка, профессиональная линейка, есть у нас линейка техно, масла промышленного назначения, которые идут в объеме 10 и 20 литров. Ага, то есть как раз для бани, которые строят бани, да, то есть не вот такая маленькая тара, а большая. Нет, там у нас нету продукта для бань, там есть 4 продукта, твердое масло с воском, промышленное назначение, есть фасадное масло, есть террасное масло, есть интерьерное масло, да? Ну и мне так кажется после этого ролика вот это вот масло тебе надо прямо в большие такие баклахи 5 литровые упаковать и по автовой цене. Я как бы заметил, что в этом году у нас самое такое ходовое ходовое быстрорастущий продукт это масло для бани сал и масло бани. Ну и плюс еще прибавилось к ним, конечно, это некраска, некраска для бани сал. У нас есть партнеры, которые берут их ну прям тоннами. Тоннами? Да. Ох! Вот я вот говорю вот из всего продукта, то есть я понимаю, я вот видел своими глазами, ребята, вот самое недорогое масло вот это офигительно, то есть ну сами видели такой яркий живой цвет, который вот даже в потоковой бане ему хоть бы хны и защищает очень хорошо. Еще мне понравилось, вот говорю, возможность сделать белую баню, темную баню и главное зелененькую, как я люблю. По поводу белого цвета хочу сразу предупредить, да, что белый вот из нашей статистики продаж это самый ходовой цвет, самый ходовой цвет, но это самый противный и самый трудно добиваемый, так скажем, цвет, потому что люди хотят видеть такой же эффект, как на дереве, да, белый цвет, многие хотят прям укрывистый белый цвет, да? А он не укрывистый ни разу. А он не укрывистый, он проявляет текстуру, текстура дерева видна, цвет такой полудымчатый получается, да, не укрывистый и не ярко выраженный. Вот, больше даже, наверное, для того, чтобы сохранить цвет дерева такой светленький. Ну, потому что, смотрите, даже если мы по сосне, допустим, говорим, да, про сосну, если сосну даже водой обычной взбрызнуть, да, то она желтая оттеноками, а масло, оно еще усиливает этот эффект. Если мы получаем, хотим добиться белого эффекта, да, то, ну, нам нужно слоя 3-4 нанести, чтобы белый эффект был, белый цвет поверхности. Последний вопрос, перед тем, как я сопру одну баночку, есть любители просто купить льняное масло в магазине продуктовом и покрыть льнянкой там в 1-2 слоя, внутри бани, что скажешь относительно своего продукта? Ну, во-первых, это масло будет очень долго сохнуть, да, очень долго, где-то год примерно. Нереально долго, да, оно будет сохнуть, и представляете, все это время, ну, нельзя пользоваться баней, получается, ну, можно, запас там будет. Плюс оно прогоркает в дереве, то есть процессы жизнедеятельности у него идут дальше, и оно, ну, может... А у тебя как когор с сахаром вино заглушенное, то есть все, никаких процессов не идет, кроме полимеризации? и обработанное масло, и, как бы, таких уже процессов не возникает, да. А если сравнивать срок эксплуатации чисто льняное масло из магазина и вот линейка твоих продуктов, что будет подольше? льняное масло, я бы, я не могу сравнить чисто льняное масло, потому как, ну, это непрофессионально, на мой взгляд, использование чисто льняного масла и сравнивать его уже с обработанным и с подготовленным продуктом, такой, как масло для дерева непосредственно, да, поэтому, я считаю, что здесь не очень правильно будет это сравнивать. Вот у тебя в бане давно стоит, давно наблюдаешь свою же продукцию на своей бане? Да. Сколько примерно? Уже года четыре стоит, да. Ну, тогда респект, подсчет, уважуха. Короче, ребята, вы видели в магазинах, знаете, что вот продукт отличный и я говорю это честно, а не только потому, что я сейчас баночку сопру одну. Тебе удача, спасибо за беседу, прям вообще респект, респект, подсчет, уважуха. И вот вот это вот изделие тоже маслом обработано чистым, то есть просто вот посмотреть. А вот это, чтобы было понимание лак, то есть вот это вот лак, а вот это вот масло. Видите, разница есть. Очень большая и это долговечный продукт, и это долговечный продукт. Прям, что сказать, пишите, звоните, ссылки снизу. Красота. лайса, подписаться и респект спонсорам канала. Там кнопка спонсирует, жмите ее. Каким-то мистическим образом Анатолий связан с этим брендом. Скажи-ка по-честному, чем кроете вот это вот все? Вся продукция луксом покрыта маслом живица компания. Какие еще нужны вам аргументы? И служит она годами, долго, и нареканий, и претензий по ней никогда не было, я надеюсь, и не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok